Всем привет, это Дима Баш, это блог Спикту Баш, и со мной датайвовщик. Йо-йо, смотрите. Кто из ЧБ? ЧБ, да. Отлично. В первую очередь море. На данный момент настолько легко заниматься татировкой чисто. Татировка моей мечты, она не на мне. Ты думаешь, кули ангела это круто? Йо-йо, привет, меня зовут Лев, это мастер, и это специальное интервью для Спикту Баш. Представься, кто ты, что ты, откуда ты? Привет, я делаю татуировки, я из Перми, переехал недавно в Калининград, в попытках создавать свой стиль здесь. Какой твой стиль татуировки? Я делаю в основном узоры подобного типа, геометрические формы, работа с анатомией тела и... С кем ты работаешь? Ну, как татуировщик? Как татуировщик, да. В основном с людьми, которые больше угорают по математике. А ты сам рисуешь? Да, дизайны полностью свои, то есть я стараюсь всегда адаптировать татуировку под конкретного человека и сделать индивидуальный эскиз, индивидуальную работу, индивидуальный подход, чтобы человеку, наверное, максимально нравилось, чтобы каждая татуировка была уникальной, потому что все мы, я думаю, хотим быть уникальными. То есть каждый рисунок ты рисуешь там по себе? Да, конечно. Но он не повторяется нигде? Зачастую есть какая-то идея, из-за основы человеку приходят с идеей и рассказывают, либо это может быть какой-то пример работы, либо это может быть образ, который, допустим, не все люди-художники, им нужно помочь его воплотить, помочь его визуализировать, чем я и занимаюсь на консультациях, на каких-то беседах с людьми. Что сделать человеку для того, чтобы я сделал татуху? Найти меня в соцсетях, приехать в Калининград, где я теперь обосновался. А в соцсетях телеку найти? Конечно, очень никто. Ну, мы ссылки найдем пониже? Да. Так вот, если человек захочет, скажешь, я такой математик и я хочу такие рисунки, ты сделаешь его идею в реальности? Конечно, смогу. Главное, чтобы он четко, не совсем, даже сказать, четко визуально представлял, но представлял идею, где она должна быть, какого размера, что на ней должно быть представлено. Ну и в рамках черного цвета, потому что я работаю в основном черном цвете. То есть ЧБ? ЧБ, да. Отлично. Скажи, пожалуйста, еще, вот ты рисунок дорисовываешь, тебе клиент говорит, я хочу набить одно, а ты говоришь, что? Я всегда стараюсь подтолкнуть его на идею поинтереснее, если мне хочется как-то изменить, если мне кажется идея немножко может быть топорной. Но я всегда стараюсь делать это мягко, аккуратно и постараюсь учесть максимальный интерес у человека. Но в целом всегда вывести человека к чему-то более интересному, потому что не каждый знает о татуировке много, не каждый занимается этим годами. И может быть ему пришло это спонтанно, а носить ему это всю жизнь, поэтому над людей нужно как следует хорошо поработать. А ты перебиваешь татуировки? Конечно, мне очень нравится делать перекрытия, потому что люди, опять же, торопятся порой и дать жизнь заново татуировке, это очень круто. Помочь вывести, особенно когда бывают такие работы, которые человеку портит жизнь. А вот ты татуировку давно это сделал? Это около двух лет уже, сейчас заживает тихонечко, вернее, как уже обгорает и приходит в свой вид, которым она будет со мной до конца. Я это творец не? Это мой друг из Казани, Лавик, очень классный мастер, с которым мы обмениваемся работами. Почему ты решил сюда переехать? В первую очередь море, во вторую очередь студия, в которую я приехал, который особый такой подход и очень по-особенному работает. А почему ни Москва, ни Питер? Наверное, пока мне не подходит, я бы сказал, что мне нужно пока такую площадку взлетную, а потом, возможно, посматриваем. Хотя вместо Москвы и Питера я бы, наверное, хотел в Европу ехать. А Европа какой город? Это сложный вопрос. Пока что поглядим, но я бы хотел куда-нибудь, наверное, в Барселону. Скорее всего, в Барселону. Там же очень жарко. Там очень жарко и в то же время люди гораздо более раскрыты, открыты экспериментом, открыты новыми идеями. Поэтому я думаю, там можно увидеть много классных идей, свежих, резких, смелых идей. Страшно, сколько тебе лет? Мне 25, только только исполнилось. Какую-то музыку ты слушаешь? Музыку разную-разную, но в последнее время очень много слушаю трид-хопа и даже джаза. Татуировка твоей мечты? Татуировка моей мечты, она не на мне. И это гигантский, классный черный костюм. В смысле, как это должно выглядеть? Это классный детальный, геометричный большой костюм. Но я больше сейчас склоняюсь к тому, чтобы люди чаще приходили за масштабными костюмами большими. Так называемые бодисилты, потому что когда люди начинают татуироваться, они чаще всего начинают с чего-то маленького, потом что-то побольше. Через время понимают, что им эти работы не нравятся, начинают их как-то менять, перекрывать. А когда люди долго идут к этому, они часто приходят уже за большими работами. И чем работа масштабнее, тем она круче будет смотреться на теле. Ты думаешь, Куили Ангела, это круто? Просто не для всех. Я думаю, это круто в конкретном случае, в том, как оно круто исполнено. Но когда это как бы повсеместно, и копируется, мне кажется, это скучно ладно. Ну, ты бы себе набил? Нет, но это ничего не значит. Я бы не набил, но это не значит, что это плохо. Ну, потому что у меня немножко, наверное, другие интересы. Да и с перьями мне не по пути. Как думаешь, надолго здесь задержаться? Хотел бы подольше, потому что здесь классно, здесь очень тепло, здесь очень близко море. И хотелось бы посидеть спокойно, порисовать и поработать, но у меня немножко тунтарский такой настрой. Я все время, отсидевшись на месте, меня рвет куда-то дальше, прямо постоянно несет. А ты один либо с девушкой или женщиной? Я один, и приехал с парочкой друзей. Парочка, которая прям парочка. Мы решили, что втроем чуть попроще будет, а в целом один. Ну, у меня уже здесь есть знакомство, есть друзья, и мне одному легче, с подручным. Прикольно. А есть примеры твоих работ, может, там нарисовано где-то? Можешь показать? Да, могу показать. Давай посмотрим. Вот, к примеру, я делаю и восточные волны. Различные персонажи. Вот, прикольно, этот рисунок хороший. И помимо этого есть именно узоры за основу. То есть, это различные симметричные вещи. Различные детальные маленькие вещи. Но при этом больше упор, конечно, на именно орнаментальные татуировки. Скажи-ка, еще такой вопрос мне вот лично от меня. Вот этот татуировщик, ты делаешь тату, ты не боишься заразить клиента каким-нибудь, там, не знаю, спидом или еще что-то? На данный момент настолько легко заниматься татуировкой чисто. Для этого нужно всего лишь пройти курсы. А мне повезло, я учился в меде до этого. Вот, и на самом деле заниматься этим гораздо просто, особенно, как в студии сейчас поддерживается. Чистота есть, оборудование для стерилизации, осепки-контисепки. Поэтому, чтобы сейчас заразить человека чем-то, нужно быть максимально неаккуратным, каким-то немножечко дефектным человеком. И не осознавать ответственности, в первую очередь. Есть одна беда в том, что люди идут в это, не понимая, что это медицинская сфера, в первую очередь. Начинается с медицины, условно говоря. Поэтому нужно сперва пройти азы, и потом уже браться за татуирование. Художественная составляющая это крутина, в первую очередь, это вторжение в кожу. Это инвазивное вмешательство, и с ним нужно быть поаккуратнее, понимать, что ты делаешь. Поэтому нет, я не боюсь, потому что уверен в порядке действий, уверен в себе. Слушай, а если такая ситуация произойдет, что ты сделаешь? Я думаю, она не произойдет. Но если человек может повести себя, допустим, неадекватно, в плане, очень ли это человек заживает, правильно ли он ухаживает, и он может навредить сам, потому что с момента, когда он уходит от меня после сеанса, он может сделать статировки, все что угодно, пойти в баню, зайти в открытый водоем, и поселить туда бактерию, вирус, все что угодно, я, в свою очередь, всегда держу свое рабочее место в порядке, поэтому у меня есть некоторые аргументы. Так или иначе, в нашей стране это пока что не регламентировано документами, но я как бы уверен, и каждый раз при человеке закрываю барьерной защитой все, что используется многоразово, а все, что контактирует с кожей, стерилизуется, поэтому я делаю это все всегда при человеке, обрабатываю, чищу, и все, что беру многоразово, я всегда при нем скрываю из стерильных пакетов, поэтому у меня нет волнений. А как ты вообще к этому пришел? На самом деле, не знаю, наверное, мне нравилось рисовать всегда, и где-то в детстве я смотрел на стиль под кожей у дядь, странных дядь на улицах, и мне казалось это странноватым рисунком, но интересным способом подачи, и как-то с самого раннего детства был интерес, а потом просто, лет 19, посчастливилось встретиться с человеком, который сказал, йоу, давай работать вместе, он ее научил, быстро научил, правда, фигне припробу, но это дало неплохой скачок, потому что сложнее всего начать дальше, уже все пронеслось с самого. Всем спасибо, что посмотрели это интервью, это Дима Баш, это Блокс, Пик Тобаш, как обычно, пальцы вверх, подписываемся на канал, йоу!